Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, почему я не скучаю по своему мужу, я его очень люблю, но не скучаю. Много обижал, перед отъездом был холод, я вечно на нервах, всё на мне, деньги, дети, решение вопросов. Молчает, пытается поговорить не получается, хотя на расстоянии люблю, говорит, скучает, тихи пишет, потерпи, приеду, помогу. Как быть и что делать? Что быть что? Как быть и что делать? Что быть что? Вы чего от чего хотите? Вообще, чувство скуки – это чувство по человеку, который нам дорог, который важен для нас. И, наверное, самое главное, мы скучаем по тем, нахождение с кем взывают у нас позитивные эмоции. Расширение психологическое или психическое. Такой, знаете, некий подъём. Ну так вот, если этого подъёма нет, то и скуки не возникает. Потому что, что вы не скучаете, в общем-то, объясняется очень просто. Много обижал, перед объездом был холод, уже на нервах, на мне деньги, дети, решение вопросов. Потому и не скучаете, потому что нет эмоционального подъёма, нет коммуникации с моим, нет контакта. У вас обиды, у вас тревога, у вас гиперконтроль, невозможность что-то опустить, позволить чему-то пойти на самотёк. Самотёку. Вот. Понимаете, какая штука. Отсюда и проблемы возникают, собственно говоря. Поэтому, я бы сказал, что вам нужна психотерапия. Разобраться в себе, гармонизировать отношения с мужем. Если вы, конечно, хотите ситуацию как-то разрешить. Ну, а если не хотите, то в таком случае поможем вам пережить развод и скорректировать. Ваше поведение, позицию так, чтобы следующие отношения выстраивались более конструктивно. Еще одна вещь, которую я не понял. Вот вы пишите, много обижал. Ну, из-за чего, если был конфликт, у него есть причины, нужно разбираться. А, вы пишите, предаведы, был холод и так далее. Как бы, холод-то из-за чего? Вот. Ну, наверное же есть причины какие-то. Вот. Вы пишите, я вечно нервил, все на мне. То есть муж как-то вот с вами не взаимодействует. Это дефицит коммуникации. Ну, в данном случае речь идет о том, что вы коммуницируете, видимо, очень по узким вопросам только. То есть нужно идти, когда сфера расширена. Но. Я не очень понял. Вот вы спрашиваете, почему я не скучаю по мужу? Я его очень люблю, говорите вы. А как проявляется любовь, если у вас обиды, холод, вина нервов? Есть ли у вас возможность любовь свою проявлять? Вот такой аспект. И лично мне почему-то кажется, что речь может идти о кризисе в ваших отношениях. Что не связан с его отъездом, холодом и отчасти связан с обидами, да. Вы говорите, он меня много обижал. Ну, давайте попробуем задаться вопросом с позиции личной ответственности. Как вас это задевает? Если он вас обижал, значит, очевидно, его задевало что-то тоже. Значит, вы что-то делали в покое, что его задевало. Это не обязательно означает, что вы виноваты. Нет. Но в конфликте ответственны оба честь человека. И вам необходимо выявить свою ответственность. И ответ свой я хотел бы завершить парадоксом. Парадоксом, с которым, на первый взгляд, сложно согласиться. Но, тем не менее, парадокс, который реально существует. Я допускаю, что могу ошибаться с этим по поводу вас, но этот парадокс есть. Вы производите впечатление гиперответственного человека, который сдерживает свои эмоции и кажется, что вы действительно за все отвечаете. Действительно все на вас держится, и это правда. Но проблема в том, что по отношению к себе вы безответственны, потому что вы не замечаете, что происходит с вами. Вы говорите, меня муж обижал. То есть, не меня задевает что-то, не какие-то действия и слова человека напоминают мне о моем внутреннем конфликте, страхе. Муж обижал. Вот это и есть личная психологическая безответственность. Мне кажется, что моя задача, как психолога, вам помочь ее обрести. Ну или любого другого психолога, которого вы можете выбрать для индивидуальной работы. Кстати, индивидуальная работа – это единственный способ вам помочь. Вот как вы это себе представляете? Вы написали довольно короткий текст, описали несколько проблем из разных сфер и спрашиваете, что делать и как быть. То есть, сами вы как быть не знаете. Вот об этом я и говорю. Незнание, а точнее невнимательность к тому, чего я хочу, а также нежелание сталкиваться с обратной связью на то, что я хочу. Потому что вам могут сказать нет. И есть безответственность. Которая приводит к зависимости. К зависимости. Но к зависимости приводит не только это. Дело в том, что в ситуации, которую я описал, человек еще балуется компенсациями. Но сказать тебе о том, чего я хочу, я не могу. Перенаправить свое желание в свои собственные действия тоже. Значит, я буду выглядеть перед тобой в каком-то особенном свете. Например, я буду все взваливать на себя. Чтобы ты чувствовал вину. Вот, может быть, муж обижает вас поэтому? Чувство вины вызывает агрессию. Да, кстати, вызывание чувства вины – это нарушение личных границ. Мы чувствуем вину, когда наши границы нарушают. Да, вы можете сказать, что ваш муж нарушает ваши личные границы, и вы, скорее всего, будете правы. Но и вы тоже их нарушаете. Хотя бы тем, что берете на себя, как мне показалось, мужскую функцию. Вы хотите, чтобы мужчина обеспечивал. Вы хотите, чтобы мужчина все вопросы решал. Вот так, возьмите ответственность за свои интересы, за свои представления и ценности. Иначе для чего они? Что кроме декларирования и обид они вам дают? Или вы ждете, что ваш муж однажды резко изменится? И скажет, да, я сейчас все решу. Нет. Такого не произойдет до тех пор, пока вы ведете себя так. Кстати, ваша позиция по отношению к мужу очень сильно напоминает позицию родителя к ребенку. И здесь, возможно, созависимость. Про созависимость прочитайте в интернете. Я думаю, что вы получите для себя базовую информацию. Ее более чем достаточно для начала. А дальше терапия, терапия и еще раз терапия. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать работу над собой. Удачи. Всего самого доброго. Удачи. Удачи! Удачи!